Курсы валют опять стремятся к максимуму. Продукты дорожают. Заметнее всего в цене выросли экзотические фрукты, соки, кисломолочные продукты. И только водка дешевеет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вновь упал. Да еще как. В ходе торгов на московской бирже сегодня за евро давали 75 рублей за доллар 63. При этом биржевые курсы американской и европейской валют оказались на 6 с лишним рублей выше официально установленных Центробанком еще 1 января. Причины все те же – падение цен на нефть. Вместе с продолжающимся обесцениванием национальной валюты в наступившем году дорожают продукты. Вячеслав Горчаков посчитал, какие товары и насколько за последнее время выросли в цене. После праздников покупатели с удивлением разглядывают ценники. Подорожали практически все продукты. Сыр всегда брала до 300 рублей. Сейчас нигде не вижу, чтобы 300 было. 350 и выше, и выше. Сок, не знаю сколько месяцев, хоть бы пол-литровый купить соку. Даже-даже. Прохожу мимо. Существенно подорожали сахар, крупы и молочные продукты, а также мясо. В ноябре свиной окорок покупали на этом рынке за 200 рублей с торгом. Теперь дешевле 250 рублей за килограмм не найти. А в магазинах и того дороже – около 400 рублей. В октябре доллар этот начал нестабильный быть, поэтому все стало дорожать. Стараемся. Такие-то не было. Дешевое мясо подешевле. Мясо – это такой товар, его продать надо. Продавцы овощей и фруктов за последнее время подняли цены на экзотику. На все то, что приходится везти издалека. Клубника, черешня, ананасы. А в магазинах почему-то особенно подорожали бананы. Местами сразу в два раза. Ольга Панкова держит фермерское хозяйство в Кочаневском районе, поэтому на ее бизнесе валютная лихорадка еще не отразилась. Горох у нас домашний – 200 рублей килограмм. Сметана у нас 400 килограмм. Все-таки мы крестьяне, мы понимаем людей, и мы еще не подняли цены. У нас как была, так и осталось. Дороже теперь обходится не только поесть, но и покурить. С 1 января увеличился минимальный акциз на сигареты. На новых блоках цены выше на несколько рублей. Были 56 рублей, стали стоить 59. Я не считаю, что это подорожание, прям крутое. Поверьте, это подорожание не сказалось на продажах табачных изделий. Рекордные скачки цен на бытовую технику и электронику. Телевизоры, стиральные машины, смартфоны, ноутбуки. Некоторые товары еще в декабре выросли в цене наполовину. А после Нового года замерли. Продавцы изучают спрос. Экономисты говорят – это далеко не предел. Если брать импортные товары промышленные, то они просто будут выходить на ту рентабельность, которая есть. То есть цены могут вырасти. Ну, с учетом того, что сейчас они поднялись, положено, процентов на 15. Ну, еще процентов на 30, на 40 они вполне могут подняться. Это заставит покупателей перейти на более дешевую продукцию. А продавцы, возможно, начнут хитрить. Например, ту же сметану разливать в упаковке поменьше при прежней цене. Вячеслав Горчаков, Олег Макаров. Новосибирские новости. В новом году не только цены новые. Иначе теперь рассчитывают пенсию. Пошлины за государственные услуги выросли. Изменятся правила дорожного движения. Кроме того, для автовладельцев подорожает полис ОСАГО. О новшествах 2015-го подробнее в материале корреспондентов Новосибирских новостей. Несмотря на дешевеющую нефть, вырастет цена на бензин. Министерство финансов планирует повышение акцизов на топливо. Аналитики прогнозируют – за год оно может подорожать на 15%. Соответственно, дороже станет проезд на транспорте. В 2015 году подорожает целый ряд госуслуг. Незначительно дороже станет жениться и разводиться. Зато заметно вырастет сбор за выдачу пластиковых водительских удостоверений. С 800 рублей до 2000. На 1000 рублей дороже обойдется получение загранпаспорта. Теперь это 3500 для взрослых, полторы для детей. Но в Федеральной миграционной службе обещают – сложнее процедура оформления не станет. Правила дорожного движения изменятся только летом, но автовладельцам уже пора к этому готовиться. Например, с 1 июля категорически будет запрещен обгон на нерегулируемых развязках, даже при отсутствии пешеходов. Более четко будет прописано, в каких случаях водители уступают дорогу пешеходам в обязательном порядке. Если затормозил один автомобиль, снизить скорость должны и все остальные. А вот велосипедистам и водителям мопедов с 1 июля запрещено пересекать дорогу по пешеходным переходам. Важное новшество коснется и пешеходов. Ночью им нельзя будет находиться на обочине или на краю проезжей части без специальных светоотражающих элементов. За их отсутствие будут штрафовать на 500 рублей. Правда, действовать это правило будет исключительно на трассах. В городе норма останется сугубо рекомендательной, как это было прежде. Вырастут тарифы ОСАГО. С другой стороны, с 1 апреля 2015 года максимальная сумма компенсации за вред здоровью и жизни в ДТП будет составлять 500 тысяч рублей вместо нынешних 160. И уже начал действовать новый порядок формирования пенсионных прав. Трудовая пенсия теперь делится на страховую и накопительную. Для расчета вводится понятие «индивидуальный пенсионный коэффициент». Он будет складываться из уровня зарплаты и трудового стажа. Реформа предусматривает увеличение минимального трудового стажа с 5 до 15 лет. Но эти изменения будут вступать в силу постепенно, в течение ближайшего десятилетия. Повышение пенсионного возраста пока не предполагается. Артем Шершнев, Мария Черешнева, Новосибирские новости. Город пережил новогодние каникулы, хотя без ЧП и трагедии не обошлось. За праздничные дни произошло несколько коммунальных аварий. Два смертельных ДТП. Четверо человек погибли при пожаре. И один спрыгнул с Октябрьского моста. Несмотря на это, в целом выходные прошли спокойнее, чем в прошлом году. Особенно это было заметно на дорогах. Количество аварий сократилось почти в два раза. Подробности в репортаже Павла Теунова. Самым крупным происшествием на длинных новогодних каникулах стала коммунальная авария на улице Софийской, которая оставила без тепла 30 жилых домов. Началось с котельной, которая выдавила прокладку. А потом последовательно четыре порыва уже тепловых сетей были выявлены. И, по сути, полторы суток у нас в самый последний дом было подано тепло. Пока рабочие устраняли неполадки, для обогрева в подъездах установили тепловые пушки. Сейчас специальная комиссия разбирается в причинах аварии. Однако традиционно больше всех работать пришлось спасателям. В городе произошло 29 пожаров. Погибли четыре человека. Еще двоих пришлось доставать из воды. В Советском районе на акватории пляжа «Звезда» погибал человек. Его спасли спасатели муниципальной аварийной спасательной службы. И в Ленинском районе на коммунальном мосту прыгнул на лед. Человек погиб. Самоубийца был сильно пьян. В обстоятельствах трагедии разбираются полицейские. За новогодние праздники в сводку криминальной хроники попали несколько десятков преступлений. Среди них есть и курьезные. Так, например, в Первомайском районе женщина ограбила доставщика пиццы, который не вовремя привез заказ. А на площади Ленина среди Белодня несколько вооруженных мужчин силой забрали у предпринимателя дорогостоящую иномарку. Кроме того, добычей злоумышленников стали два мобильных телефона и 40 тысяч рублей. Установить личности разбойников, которые скрывали свои лица за масками, по горячим следам не удалось. Поиском преступников занимается уголовный розыск. Между тем, автоинспекторы говорят о снижении количества дорожных аварий. В прошлом году в эти дни их было почти в два раза больше. За праздничные дни в Новосибирске произошло 13 дорожных трассных происшествий, в которых два человека погибло и 20 получили различные травмы. Если говорить о видах происшествий, то это 6 наездов на пешеходов, 6 столкновений транспортных средств и одно падение пассажира. Оба смертельных ДТП произошли в темное время суток. Погиб пешеход, который решил перебежать Октябрьский мост в неположенном месте, и водитель Тойоты, по непонятным пока причинам врезавшийся в грейдер. Печальную статистику минувших выходных дополнил трагический случай в Бердске. Там потерпел крушение Мотодельтаплан. Опытный спортсмен не справился с управлением и рухнул на землю. Пилот погиб на месте. Павел Теунов, Роман Семенов. Новосибирские новости. Девочки, родившиеся в троллейбусе 24 декабря, нашли родителей. Новая семья уже забрала ребенка, от которого отказалась мать. Пока девочка находится под опекой, приемные родители сейчас собирают документы для усыновления. Кстати, назвали малышку Ольгой в честь водителя троллейбуса, которая и принимала роды в салоне общественного транспорта. Ольге Навтаевой пришлось на время переквалифицироваться в акушера. История, случившаяся накануне Нового года, могла окончиться совсем нерадостно. Ведь мать девочки отказалась от ребенка и оставила его в роддоме. Кстати, у православных сейчас продолжаются рождественские святки. По обычаю, это время добрых дел. Вот и традицию благотворительных рождественских ярмарок в городе решили возобновить. Первый такой базар развернули в ледовом городке на площади Ленина. Одни в ярмарочных рядах продавали то, что сделали своими руками. Другие покупали. Причем вся выручка пойдет на благотворительные цели. На ярмарке побывала съемочная группа Новосибирских новостей. Сама история вот этого движения, она, наверное, очень давно. Но в нашем городе, в общем-то, это все возрождается. Люди готовы помогать, готовы делать добрые дела. Сейчас идет поиск новых путей. Потому что люди пришли развлекаться, пришли покататься на коньках, посмотреть концерт. И тут им предлагается что-то купить. Конечно, это непривычно, это необычно. Есть просто любопытствующие, да, которые проходят, смотрят и очень-то ничего не покупают, ничего. А есть те, кто просто даже денежку кладет и просто проходит мимо. Такое тоже есть. А есть, которые покупают. У нас здесь все товары делали дети вручную. То есть все почти, вот эти игрушечки только, они из магазина. Все остальные, они ручные, ручная работа, продаем все по сто. А вырученные деньги будут идти на благотворительные цели для детей-инвалидов. Я считаю, что это очень полезно, потому что дети должны как бы участвовать в этом, принимать, чтобы они во взрослой жизни как-то относились соучастием. Хочется людям помочь просто. Ну, у нас бабушка, дедушка еще тоже покупаются. Сибирский платок. Он возник в дальние темные времена, когда не было центрального топления. И когда бедные сибирские женщины только платком и могли согреться. Но и у современной женщины обязательно должен быть теплый вязанный платок, в котором она будет сидеть длинными сибирскими зимами в кресле-качалке и греться у камина. День, дед, дед, дедник, крестово-рождество. Мы возрождаем традиции. Традиции, которые всегда были на нашей Руси. Мы возвращаемся к своим истокам, в которых наши предки черпали могучие силы. День, дед, дед. Днем температура достигнет 4-6 градусов мороза. Ночью похолодает до минус 10. При этом январь в целом будет теплее климатической нормы. Но это не значит, что каждый день будет теплый. Будут волны, тепла и холода. Но средняя декадная температура где-то предполагается в пределах на 3-6 градусов выше нормы. В Новосибирске в скором времени может появиться улица имени Андрея Звягинцева. По желанию увековечить имя знаменитого земляка заявил региональный министр культуры Василий Кузин. Накануне лента «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева получила «Золотой глобус». Картина стала лауреатом в номинации «Лучший зарубежный фильм». «Золотой глобус» называют генеральной репетицией перед вручением «Оскара». А победители двух голливудских премий нередко совпадают. Пока картина Андрея Звягинцева продолжает собирать награды заграничных кинофестивалей и завоевывать признание киноакадемиков, в России ленту не могут выпустить в прокат. Дату выхода на экраны уже несколько раз откладывали. Сейчас премьера намечена на 5 февраля. Сложности в отечественном прокате возникли из-за закона о ненормативной лексике. Как бы ни хотел режиссер, а теперь из красноречивых диалогов героев «Левиафана» приходится убирать мат. Награды вручили и победителям 15-го фестиваля снежной скульптуры. Четыре дня новогодних каникул мастера со всей страны вырезали, выпиливали и вырубали свои творения. Участникам фестиваля повезло и со снегом, он в этом году необычно белый. Да и погода порадовала, морозы ударили только в день подведения итогов конкурса. За работой художников наблюдал Станислав Якушевич. Первыми приступили к работе юношеские команды. Из метрового куба им нужно вырезать полноценную скульптуру, а времени у начинающих воятелей гораздо меньше, чем у старших коллег. Хотя многие участвуют в конкурсе уже не в первый раз и выбирают себе сложные задания. Ученики школы искусств номер 16 решили создать многофигурную композицию по сказке «Репка». Это вниз вот так вот оно зарезается, вот это, и аккуратно зарезаешь, убираешь. Главная тема фестиваля – сказки, легенды, былинные сказания разных народов. В работе художников из Германии «Узнаешь героев сказки братьев Гримм Гензели Гретель» мастера из Братска воссоздают образы якутского эпоса «Аланхо». Но есть команды, которые в осмыслении сказочных образов пошли оригинальным путем. Художники из Омска считают, что, например, вот так выглядит сердце настоящей снежной бабы. Команда из Северска – постоянный участник фестиваля. Своих героев они нашли в преданиях народов Крайнего Севера. Шаман с бубном управляет четырьмя ветрами. Основой композиции решили сделать чум, украшенный сверху традиционным орнаментом. Снег хороший, качественный. Нынче очень хороший сделан. Поэтому пилочки, что подскажет мне, рука или карандаш, как подскажет, такой и ветер будет. Пока мы обобщаем. Общая у нас композиция просто завихрение. Вокруг палатки идет завихрение, как спираль. Художник из Горно-Алтайска Владимир Киридитов в своей скульптуре внимание уделяет вещам монументальным. В фигуре белого медведя, бегущего за охотником, он стремился показать испуг человека и любопытство зверя. Мелкими штрихами, говорит художник, при этом пришлось пожертвовать. Детали последние делать, я их просто не люблю делать. Допустим, девушкам сложно обрубать большие куски. Мне очень легко, а вот детали я делать не люблю. Просто скучновато, как кружева вязать. Но во многом именно тщательная проработка деталей привела к победе команду художников из Байкальска. Их летучий корабль весь покрыт причудливой резьбой. Цветы, диковинные звери и сказочные персонажи покорили и жюри, и зрителей. Станислав Якушевич, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. На этом пока все. Последние новости на частоте радио «Городская волна» 101.4 FM, а также в интернете на сайте «Новосибирские новости». Здесь же можно прочесть интервью с самым скандальным радиоведущим. Сергей Катрич рассказал о своих ночных откровениях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин